Пережил кому множество операций и сейчас медленно, но верно идет на поправку. 16-летнему Миши Захарову из Ногайбакского района, который получил в ДТП черепно-мозговую травму, сейчас необходимы электрический подъемник и ортезы. Росфонд и ГТРК Южный Урал продолжают акцию помощи детям. В страшном ДТП Татьяна потеряла мужа. Автомобиль вылетел в кювет на скорости больше 100 км в час. 15-летний сын чудом остался жив и был доставлен в реанимацию Челябинской клинической больницы с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Несколько недель мальчик был в коме. Ему сделали трепанацию черепа и трахеостому. В больнице он провел 7 месяцев. Мальчик не может говорить, двигаться, питается через зонт. Каждый день родные борются вместе с ним и не теряют надежды. Он почувствовал, что надо сидеть. Он начал опираться. Он руки уже не держит. Он начал отпускать. Понимаете? Для меня это уже хорошо. И, во-первых, легче стало за ним все равно уход. Когда надо его обрабатывать, я его ноги все равно освобождаю. Он расслабляется. Положительную динамику заметили и врачи. Теперь мальчику необходимы ортезы для предотвращения деформации ног и вертикальный подъемник, так, чтобы мама могла без посторонней помощи сажать Мишу в кресло. Стоимость оборудования чуть больше 180 тысяч рублей. Для матери-одиночки и трех детей, которые, потеряв кормильца, живут теперь на пенсию по инвалидности и пособия, деньги неподъемные. Но Татьяна не отчаивается. Честно скажу, не ожидала, что люди смогут реагировать. Мир не без добрых людей оказывается. Добрых людей оказывается много на свете. Помочь семье могут и зрители, отправив смс на номер 5542 со словом «Добро». Стоимость сообщения всего 75 рублей. Юлия Черешнева, Игорь Болонин, Кирилл Горин. Вести Магнитогорск. Из Ногайбаковского района.